Сегодня день романсово-камерный и целых два концерта. Первый концерт дает Олег Побудин. Его три раза заманивали в Костомукшу и вот наконец он приехал. А второй концерт солисты Голландии, которые утверждают, что камерная музыка в России уже не так популярна. Что ж, послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А когда вы приехали? Мы уже работаем. Да, хорошо. Сегодня. Ну я себя знал, что ну ладно, что там об этом говорить. Главное говорить надо не о дорогах, а о том, какой прием сегодня. Вот это для меня совершенно поразительно и восхищение от подготовленности публики. То есть я немножко почитав про историю фестиваля, о котором естественно как бы всякий более-менее культурный человек я слышал. Кроме того и большинство моих коллег и знакомых и музыкантов друзей здесь уже бывали. Да и нас собственно говоря приглашали сюда минимум три раза, все никак не совпадали наши дороги и маршруты. Вот, наконец-то приехали. Я очень этому рад, потому что публика потрясающая. По уровню, по какому-то взаимодействию, по культуре и общение с артистом и с музыкой это просто здорово. Сергей Стадлера, который открывал наш фестиваль в этом году, спросили, почему вы так редко улыбаетесь. Он сказал, у меня конституция такая, а вы почему так редко улыбаетесь. Ой, замечательный ответ. Я запомню, присвою, вот и буду так и отвечать. Я нередко улыбаюсь, хотя конституция, ну сами видите, ну вот, это мое спокойное состояние, у меня сейчас хорошее настроение, но уголки губ опущены вниз, вот и все. Что касается улыбки во время исполнения, ну, жанр, такой романс, нет, он предполагает улыбку, но он не предполагает, что называется, в 32 зуба распахнутую. Вот, я надеюсь, что я улыбаюсь только, сколько необходимо, по, опять-таки, требованиям сценическим. Вот, а так, улыбаюсь, я с вами разговариваю. Спасибо. 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 Мы долго думали, что все-таки взять и решили разбавить наш концерт неизвестными произведениями, потому что все-таки культура камерного музицирования в России немножко в последнее время, мне кажется, стала как-то угасать. Ну, в Москве, в Санкт-Петербурге наверняка нет, но мы вот были, например, в Самаре, в менее крупных городах, и мы привезли так же, как и жемчужины камерного репертуара, так и совершенно неизвестные произведения. Например, например, Юханнес Шоберт, это с Шубертом не путать, это совершенно другой человек, это современник Моцарта. Будем играть трио для состава кларнет, волторна и фортепиано. То есть еще состав интересный такой, обычно играют со скрипкой, с велончелию. То есть у нас вот такой состав. И, как сюрприз второго отделения, у нас септет Бетховена, который известен как септет, но мы будем играть, как видите, троем. Не потому что остальных задержали на таможне или где-то, а потому что это переложение самого Бетховена, о котором, в общем-то, мало знают. Он свой же септет переложил для такого состава. Он говорит, что это красивая музыка. Он говорит, что мы хотели бы поделиться с тем, что мы хотели бы поделиться. Это очень хороший выбор, как ему кажется, что это очень правильный выбор, Дилан. А кто выбирал музыку? Как это? Он выбирал музыку, как вы выбирали? Тьерра выбирал музыку. Нет, нет, нет. Я люблю брамс-санатар, конечно. Акустики очень хорошие здесь. И я рада играть Брамс и Бетховена. Это перевести? Да. Он сказал, что Брамс для него лично это, в общем-то, одно из любимейших произведений Брамса, Наталью Кларни, это с фортепиано. И в этой акустике он совершенно без ума тут играть. Да, ему очень понравилось. И Брамса, и Бетховена это. Брамса, и Бетховена это. Брамса, и Бетховена это. Брапс, и Бетховена это. Акутики. Продолжение следует...